Время вспомнить самые заметные события уходящей недели. Итак, чем же она запомнилась? Вначале коротко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители о проблемах не молчат. Мы следили за ходом острой встречи с главой округа. О решениях в нашем сюжете. ГИБДД проверяет пешеходные переходы. Анна Троян расскажет, где необходимо быть предельно внимательным. Словакия по обмену. Чего ждут и чем хотят удивить люберецкие школьники своих ровесников. И медиа-неделя в Люберецком округе. Расскажем, какие темы и проблемы в центре внимания журналистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш лес посади свое дерево. Под таким названием в Московской области прошла традиционная экологическая акция. Зародилась она, напомню, по инициативе губернатора Андрея Воробьева еще в 2013-м и охватила все 67 муниципалитетов. В нашем округе на этот раз высаживали деревья на 157 площадках и в парках, и в скверах, и во дворах. Центральным местом акции стал Томилинский лесопарк. Кстати, желающие посадить там свою березу или рябину, могли добраться туда на бесплатных автобусах. Предусмотрели все. Была и экипировка, и инвентарь тоже под рукой. А самое главное, настроение было отменным. Обновляли зеленые легкие планеты под энергичную музыку. Было где и подкрепиться, и в конкурсах, и в мастер-классах поучаствовать. Корреспонденты ЛРТ тоже не остались безучастными. Все эмоции и события дня в нашем сюжете. Доброе утро участникам акции. Левее придерживаемся, идем, получаем маечки и сумочки. У кого есть розадка, получаем водичку и перчатки, которые пригодятся вам для посадок. И все наши мечты, и все наши заботы, и все наши... Самое приятное, что с собой на места высадки деревьев ничего не нужно было брать. И инвентарь, и экипировку выдают прямо на месте. Здравствуйте. Мне эсочку, пожалуйста. А что вы кладете еще в сумочку? Мы в сумочку кладем перчатки и водичку, чтобы вам было удобно сажать деревья. Спасибо. Люберцы в очередной раз присоединились к областной акции «Наш лес». Центральная площадка «Тамиленский лесопарк» впервые стала местом не просто для посадки деревьев, а одной сплошной интерактивной зоны. Здесь и мастер-классы, и развлечения на любой вкус и цвет. Девчатки, голоса, слышим мы утро рано. Изменяется миг каждый день, каждый час. Нас поманят к себе гости разные страны. Сегодня самый замечательный день, безоблачный, солнечный. Я даже смотрю в небе, самолет летит и смотрит на то, как мы сегодня будем сажать деревья, деревья счастья. Это деревья будущего нашего. И я верю в то, что у нас все получится и будет самым замечательным образом. Мы сегодня впервые пришли со всей семьей, дети, внуки, посадить деревья, посмотреть на концерт. Моя Россия, твои просторы, твои заполятеры. Селую лазают агенты, лазают шпионы, но никак им не раскрыть тайны самогоны. Уже в шестой раз по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы собираемся на оставшую традиционную акцию по посадке деревьев. Здравствуйте! Раменцы привет! И наши гости! Конечно же, мы сегодня рады принимать на нашей земле, такой и Люберецкой, и Раменской, такую большую группу наших жителей. Мы готовы сажать лес? Да! Тогда вперед посадкам! Ура! Ура! 17 гектаров! Именно такова площадь центральной площадки, которая в этом году объединила Раменский и Люберецкий округ. Также здесь сажают деревья и гости из других муниципалитетов. 6 тысяч санженцев сегодня обретут свое место. Я ни разу в своей жизни ничего не сажала и только в теории представляю, как это делать. Помогите мне, пожалуйста, подскажите, как посадить саженец так, чтобы в будущем из него обязательно выросло большое красивое дерево, и он не погиб. Ну, как правило, в посадке участвуют два человека. Один человек делает лунки, а другой непосредственно сажает вот в эту лунку сеянец. Одно из особенностей посадки заключается в том, чтобы уровень почвы, уровень лунки, куда опускается сеянец, находился на расстоянии посередине от корневой шейки. То есть и обязательно оправляется корневая система вглубь лунки. И хорошо прижимается. Тогда сеянец вырастет и будет из него дерево. Посмотрите, какая замечательная погода. Сколько много людей, какой позитивный настрой. Я думаю, что нам с такой командой все по плечу, и в том числе вот сегодня осилить такой большой объем и посадить свой лес. Мы регулярно посещаем не только такие, но и субботники, и прочие мероприятия. Помогаем общественности. Нас призывают помочь посадить. Мы, естественно, с радостью едем на эти мероприятия и участвуем в них. Лучше, чем если бы мы просто сидели дома и занимались обычными бытовыми вопросами. Это на самом деле праздник, и на нем присутствует огромная радость. Свежий воздух, природа, красота. Дети сажают счастливые, радостные. В 10-м году у нас в лесу был страшный пожар. Погорело очень много леса. Как бы печально смотреть на всю эту ситуацию. Вот и решили сегодня помочь и прийти посадить эти деревья. Боевое настроение. Сажаем лес. Выгоревший. Сейчас пойдем кашу есть. Тех, у кого на свежем воздухе разгулялся аппетит, на обед ждала импровизированная столовая полевой кухни. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня угощается? Ну, сегодня мы будем угощать гречневая каша с тушенкой. И на третьей у нас будет чай. Какой-то секретный рецепт каши? Ну, в каждой полевой кухне есть свой секрет. Ну, что ж, начало положено. Сегодня Дмитрий Мальцев посадил свое первое дерево. Как ваше настроение? Здравствуйте. Хорошее настроение, хороший денек. Очень приятно делать что-то для будущих поколений, для пользы природы и микрорайона вообще в целом. Приятно на душе. Мы пытаемся позаботиться не столько о себе, сколько о будущем поколении, которое вырастет и будет дышать свежим воздухом. Так что все вот для вот этих вот маленьких кров. В лесу, конечно, хорошо, но и городу тоже нужны деревья. На массовую посадку вышли не только жители, но и управляющие компании, общественники и депутаты. В районе улиц Волковская, 49, было посажено порядка 10-15 саженцев. Это клен генал, это кусты. Была выбрана замечательная площадка для этого мероприятия. В участие в ней принимали жители ближайших домов. А теперь, пожалуйста, взяли себе ленточку. На посадку деревьев влюберчане приходят всей семьей. Вот и семья Горулька уже с малых лет приучают свою трехлетнюю дочь Дашу к посадке деревьев. Настя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что значит для вашей семьи посадить дерево? Во-первых, это озеленение. Во-вторых, очень важно, мне кажется, приучить ребенка к защите, наверное, окружающей среды. Семья Барановых не первый год сажает деревья. До этого им приходилось сажать только на своем дачном участке. В данной общественной акции они участвуют впервые. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этой акции? Ну, захотелось сделать ярче, зеленее местность, где мы живем. Выйти на балкон, увидеть красоту и плюс приятно видеть результаты собственного труда. Все, теперь подливаем еще воды. Всего по городскому округу Люберца участвует в этой акции 157 дворов. Порядка полутора тысяч деревьев будет посажено, около двух тысяч кустарников. Данная акция для меня – это прежде всего прекрасная возможность, помимо того, что мы улучшаем экологическую ситуацию, это еще и прекрасная возможность людям общаться. А на сытый желудок и работает веселее. На всех участках округа, где сажают деревья, управляющими компаниями организовано питание для люберчан. Матвей, Матвей, посмотри сюда, Матвей. Было очень весело, хорошо. Спасибо за организацию этого праздника нашей администрации. Спасибо большое. Мы рады, довольны и счастливы. Мария Кузьмичева, Анна Троян, Дарья Борисова, Петр Пономаренко, Валерия Абсалямов и Денис Михайлов. Телеканал ЛРТ. Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур и сотрудники органов местного самоуправления рассказали главе округа о результатах своей работы. Все подробности у нашего корреспондента. 38 дел, раскрытых по горячим следам, 127 дорожно-транспортных происшествий и 1650 обращений граждан. Минувшая неделя у люберецких полицейских выдалась нелегкой. В Малаховке правоохранители выявили наркопритон, а в других населенных пунктах произошли убийства. В Луберецке было совершено два убийства. Одно из них в Томилино, то есть сосед, там, сожитель, там, друг друга забили табуретками, то есть раскрыто, задержан. Также было у Латкарина, ножевое ранение в сердце, тоже задержан человек. Также в городе Держинки отец с сыном поздорили на день города отец с сыном ножевое ранение в область сердца, тоже проводится проверка следственного комитета. Далее о проделанной работе отчитались люберецкие пожарные. Так, за прошедшие 7 дней в округе произошло 4 возгорания, в которых никто не пострадал. Все пожары пришлись до 14 сентября. В 20 часов 20 минут в результате горения мусора на открытой площадке получил повреждение рядом стоящий автомобиль Киева на площади полквадратных метров. В результате пожаров пострадавших нет. Еще 35 входных групп отремонтировали на минувшей неделе по программе «Мой подъезд». Всего уже готовы 878. Работы идут без отставания по графику. Кроме того, в скором времени выберут лучший художественно оформленный подъезд округа. По капитальному ремонту за прошедшую неделю было сделано 2 кровли и замена висов в одном доме. К ОЗП подготовлено 100%. Домов на сегодняшний день ведутся работы по подготовке и оформлению документов, получению паспорта, готовности городского округа Люберца к отопительному периоду, приемкой Ростехнадзору. Также на совещании стало известно, что в округе заделали 24 ямы, привели в порядок тротуары. Ежедневно выполнялись работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этих целей привлекли более 500 человек и 64 спецмашины. Кроме того, в ближайшее время Люберцы присоединятся к областной экологической акции. 22 сентября на территории городского округа Люберцы пройдет акция «Наш лес, посади свое дерево». Участие в акции примут все управляющие организации – ТСЖ, ЖСК, ПЖСК. Посадки пройдут по 157 адресам. По каждому адресу разработана подробная схема посадки зеленых насаждений. Самой масштабной площадкой станет Амилинский лесопарк. Для всех желающих посадить свое дерево именно там организуют спецтранспорт. Экипировку и инвентарь выдадут на месте. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Голосование по ремонту дорог стартовало на портале Добродел. Жители Подмосковья могут сообщать об участках проезжих частей, где, на их взгляд, требуется обновление в 2019 году. Благодаря активной позиции полумиллиона жителей в 2017 и 2018 уже приведено в порядок свыше 700 дорог общей протяженностью более тысячи километров. Как указать на проблему, разбиралась Анна Троян. Голосование за ремонт дорог – это продолжение уникального опыта формирования программы самими жителями. В этот раз на голосование вынесли почти 2000 участков автодорог, из них свыше 400 региональных и 1500 муниципальных. Для того, чтобы отдать свой голос, на сайте Добродел перейдите в раздел «Голосование». Далее на карте нужно выбрать свой муниципалитет и найти необходимый участок. Каждый житель может выбрать только одну дорогу и оставить комментарии. В голосовании могут принять участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или те, кто прошел упрощенную форму регистрации через электронную почту. Голосование продлится до 2 ноября. По его итогам, дороги, собравшие наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год. Количество хулиганских вызовов региональную систему 112 сократилось в 4 раза. Не секрет, что ложные звонки мешают операторам, потому как перегружают линии и отвлекают от решения основных задач. Как же удается уберечь сотрудников службы от лишней работы? Об этом в нашем материале. Оказывать помощь людям, которые в ней действительно нуждаются, основная цель борьбы с хулиганскими звонками. Уменьшение их количества удалось достичь благодаря внедрению в систему 112 специального автоинформатора, который оповещает позвонившего об ответственности. Теперь, если оператор квалифицирует вызов как хулиганский, то программа автоматически сообщает абоненту об административной и уголовной ответственности за ложный вызов экстренных служб. Данные этого человека специалисты сохраняют в специальной базе. После повторных звонков с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы. Сейчас ответственность за ложный вызов – это штраф от 1000 до 1500 рублей. Стоит отметить, что операторы системы 112 не блокируют номера нарушителей. Необходимая помощь может понадобиться всем без исключения, в том числе и лицам, которые ранее совершали хулиганские звонки. Анна Троян, телеканал ЛРТ 50 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Тульской области приняли участие в первенстве городского округа Люберцы по фигурному катанию на роликах. Соревнования в таком необычном и редком виде спорта, да еще и такого масштаба в округе, проходят впервые. За падениями и взлетами юных фигуристов наблюдала наш корреспондент Мария Кузьмичева. Своими впечатлениями она поделится прямо сейчас. Когда появилось фигурное катание на роликах, сказать сложно, но во всяком случае впервые оно было признано видом спорта только в 2002 году, когда в Германии впервые прошел чемпионат мира по фигурному катанию на роликах. В России этот относительно молодой вид спорта очень популярен среди людей всех возрастов. В Люберцах им занимаются всего три года, но несмотря на столь короткий срок, он завоевал признание и любовь у многих юных спортсменов. Лучшие воспитанники и выступили на первенстве. Вы по жизни будете более здоровые, более ловкие, более сильные, выносливые, потому что спорт, он учит побеждать и устоять в любых ситуациях. Люберчанка Ульяна Ювков в свои пять лет уже твердо держится на коньках. За полгода тренировок девочка научилась многому. Старт спортивной карьеры Ульяны дала бабушка, которая подарила ей первые ролики. У нее пошло, ей понравилось, и сегодня наше крайнее выступление на простых роликах. Мы будем приобретать фигурные, ну и надеемся, что дальше будем быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше, сильнее получалось далеко не у всех. Были падения и неудачи, но спортсмены держались до последнего и выходили с честью. Так же, как и в фигурном катании на коньках, в программу включены прыжки, вращения, дорожки шагов, хореографические последовательности. Я считаю, у этого вида спорта есть будущее, потому что он доступнее, допустим, даже фигурному катанию на коньках в плане тренировок, но в то же время очень интересный и развивает практически все физические качества. Станет ли фигурное катание на роликах олимпийским видом спорта, покажет время. Но соревнования доброй традицией станут наверняка. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И возвращаемся к благоустройству. Проспект Победы на пути к идеалу, комфортному как для автолюбителей, так и для пешеходов. План работ обширный, только газонного покрытия предусмотрено более 14 тысяч квадратных метров. Кроме этого, увеличение в два раза пространства для парковки. И это лишь часть работ, которые предусмотрены проектом. Владимир Ужицкий прошелся по проспекту и проверил, как справляются строители. Помимо создания парковочных мест, планируется озеленение проспекта. Высадят 170 лип, а также более 60 кустарников. Помимо этого, большой объем работ проведут по строительству пешеходной зоны и дополнительному освещению. Все это уже в обозримом будущем появится в Люберцах на проспекте Победы. Ход работ проверил Владимир Ужицкий. На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы с точки зрения благоустройства проспекта Победы. Поэтому должно быть здесь комфортно, приятно. Поэтому я надеюсь, что мы эти работы завершим где-то 15-20 октября. Так, на сегодня уже демонтировано старое асфальтное покрытие на тротуарах с обеих сторон. И подготовлено основание под укладку плитки. Также глава округа отметил, что параллельно бордюрному камню строит дополнительный бортовой высотой более 40 сантиметров. Такое решение позволит избежать парковки на газонах. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В рамках областной акции «Здоровый город» 28 и 29 сентября пройдут Дни здоровья. Жители округа смогут не только проверить сердце, но и получить рекомендации от ведущих кардиологов. Какие именно обследования и где можно будет их пройти, выяснила Мария Кузьмичева. Увеличить информированность люберчан в вопросах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями – такова цель данной акции. Вот уже 8 лет в Люберцах отмечается Всемирный день сердца. В течение двух дней в округе проведут спортивные, культурно-развлекательные и просветительские мероприятия. Также каждый житель может получить бесплатные рекомендации от специалистов. Наши жители могут посетить все лечебные учреждения, провести ряд исследований, в том числе и лабораторных исследований по поводу диагностики уровня холестерина крови и провести, соответственно, гиполепидемическую терапию, назначить лекарства, которые снижают уровень холестерина. А заботиться о самом главном моторе нужно с молоду. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Повышенное кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, ожирение и малоподвижный образ жизни – основные факторы риска. Первыми признаками заболевания сердца чаще всего являются боли в области сердца. Это боли, которые возникают внезапно. В случае появления болевого синдрома в груди больной должен обратиться за медицинской помощью. А чтобы не доводить себя до похода к врачу, нужно вести здоровый образ жизни, исключить употребление табака, правильно питаться, проходить регулярно медицинское наблюдение и много двигаться. Одеться недорого, но со вкусом теперь можно не выезжая из города и по весьма комфортным ценам. В округе открылся один из крупнейших магазинов одежды – дом «Секонда». Причем многие вещи представлены там в единственном экземпляре. В день открытия покупатели удивляли не только качественными и недорогими нарядами из Европы, но и сюрпризами. Например, гости могли выиграть до 5 килограммов одежды. Мария Антонова уже успела оценить и качество, и цены, и вес эксклюзивных нарядов. Ассортимент дома «Секонда» уникален. В этом убедились посетители сразу же в день открытия. И не только потому, что все вещи представлены в единственном экземпляре. Но и что немаловажно, в магазине каждую субботу будут обновлять ассортимент. Поэтому любой здесь найдет что-то для себя. Здесь большой выбор женской одежды, мужской, детской. Кстати, детской очень много хорошей одежды, они не успевают вырасти. Есть новая одежда, даже с бирочками. Я здесь себе шарфик также присмотрела. Новая с бирочкой, хорошая из Европы. Самый дорогой отдел магазина – 1990 рублей за килограмм вещей, а самый дешевый – 690 рублей. Однако, если возможности оплачивать вещи килограммами нет, в магазине предусмотрели и это. Ну а на этих весах можно узнать стоимость одной вещи. Эту кофточку мы взяли из ценовой категории – 990 рублей за килограмм. Кладем ее в корзинку и вбиваем цену – 990 рублей. И получается 212 рублей за вот эту кофточку. По-моему, очень удобно. Но даже и такие цены – не предел. В доме «Секонда» каждую пятую неделю будут проводить акцию «Шок. Цена». Любая вещь в отделе обойдется всего за 100 рублей. Начиная от обычной футболки, заканчивая, например, курткой. Ну я бы хотела ветровку себе приобрести на сезон дождей, который скоро начнется. Наверное, я думаю, выберу. Но я часто пользуюсь магазином «Секонд-хенд», потому что пенсионерка. Хочется еще и выглядеть более-менее нормально. Вот так что я довольна. Но помимо доступных цен, магазин предлагает и хорошее качество представленного товара. Все вещи в нашем магазине привозят только из Европы, из европейских стран, таких как Бельгия, Голландия, Италия, Германия, Франция. В нашем магазине представлено 4 отдела. Это для покупателей, которые хотят сэкономить немножко, и для покупателей, которые хотят купить вещи подороже, получше. Поэтому за выгодными покупками приходите в дом «Секонда», который находится в торговом центре «Фортуна» по адресу город Люберцы, улица Инициативная, 14, строение 6. И уже на втором этаже вас ждет многообразие товара. Мария Антонова, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. Нехватка объектов здравоохранения, недобросовестные управляющие компании, транспортная доступность и плохая вода. Эти и другие проблемы озвучили жители в ходе встречи с Владимиром Ружицким. В поселке Октябрьские трудности немало, поэтому диалог вышел весьма эмоциональным. Наш корреспондент с подробностями. Я правильно говорю? И говорю насчет полиции тоже правильно. Пора построить у нас полицию. Нехватка объектов здравоохранения, реактивов и специалистов в поликлинике. Невозможно сделать анализы. Вопросы здравоохранения для жителей Октябрьского действительно болезненные. Несмотря на все сложности с медучреждениями в поселке, власти постепенно решают эту проблему. Действительно, выделен был один участок. Размерного не хватает. Рядом смежный участок дополнительно выделен. Направлено в Министерство здравоохранения два смежных участка, имеющие разрешенное использование под строительство. Объеклинике на 150 посещение смену детской. И это первый этап. На месте старого личного городка, там должно на 250 мест. Кроме того, до конца года в поселке планируется завершение строительства подстанции скорой помощи. Вновь заработает современный стоматологический кабинет. В продолжении темы здоровья жители не раз задавали вопросы, касающиеся экологии и плохого качества воды. При реконструкции водозабора будет ли предусматрена станция обезжелезования? В нашей воде, которая сейчас в поселке Октябрьском, железа очень много. При реконструкции планируется построить станцию обезжелезования и по необходимости сегодня ведутся работы станции умягчения. В следующем году планируют приступить к реконструкции водозаборного узла. Самолет Томилино. Планируется потратить туда денег порядка 60 миллионов. Не менее остро в Октябрьском стоят и вопросы нехватки объектов дополнительного среднего и дошкольного образования, а также переселения из ветхого жилого фонда. Жильцы многоочисленных аварийных построек уже устали ждать новые дома. В соответствии с действующим законодательством, квартиры будут представляться повсеместно, там, где вы проживаете. И предоставляются только с вашего согласия. На месте этого микрорайона планируют построить большую школу и два детских сада. Сейчас эти вопросы рассматриваются совместно с глав архитектурой. Реализация проекта в течение двух-трех лет. И как вишенка на торте злободневных тем октябрьцев. Транспортная доступность поселка. Горожане проводят жизнь в многочасовых пробках. Однако жители обнадежили. Вскоре появится обводная дорога. Проект реконструкция М5 Урал Новорязанского шоссе уже утвержден. В этом году начинается реализация первого этапа. Всего таких этапов будет три. Первый этап реализуется у нас на реке Москва. Это строительство мостового перехода и вынос инженерных коммуникаций. После этого трасса в обход поселка Октябрьского пойдет и выйдет к стрелке. Это где старое Рязанское шоссе смыкается с Ново-Рязанским шоссе. Также на встрече удалось найти пути решения конфликтов жителей с перевозчиками и управляющими компаниями. А для решения вопросов личного характера октябрьцы обменялись контактами с представителями власти и структурных подразделений. Анна Троян, Петр Пономаренко и Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. Госавтоинспекция проверила все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Особое внимание в течение всего учебного года разметки и знакам на этих участках. Они должны быть максимально информативны и заметны для пешеходов. Все ли требования к переходам соблюдены? Анна Трояна об итогах прошедшего рейда. Для того, чтобы выявить, безопасно ли переходить дорогу вблизи образовательных учреждений, Люберецким госавтоинспекторам пришлось обследовать 99 пешеходных переходов. Из них 88 нерегулируемы. Все оказались оборудованы по ГОСТу. Дорожные знаки, конечно, должны быть выполнены на желтом фоне. Быть отчетливо видны водителям. Разметка 1.14.1 белая, но в данном случае идет дублирование линии разметки желтым цветом, что также привлекает внимание водителей. На пешеходных переходах у образовательных учреждений должны применять светофоры типа Т7. Перильное ограждение. Это позволяет максимально повысить безопасность. А вот большие региональные проезжие части, к сожалению, пока не могут похвастаться порядком на пешеходных переходах. Люберецкие сотрудники ГИБДД выявили нарушения на трех дорогах. В Котельниках, Лыткарине и в самих Люберцах. Прямо в центре города, на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской. Так как проезжая часть достаточно широкая, в данном случае она имеет пять полос для движения. Знаки, установленные справа от водителя, не видны транспортным средством, движущимся в левых полосах. На проезжих частях от четырех полос знаки должны дублироваться сверху, над дорогой, на выдвижных консолях. Однако, несмотря на то, что это нарушение госавтоинспекторами было выявлено еще в июле, оно до сих пор не устранено. Отделом ГИБДД в адрес владельца дороги Мосавтодор было направлено предписание на устранение выявленного недостатка в сроки, предусмотренные государственным стандартом. За невыполнение предписания в установленные сроки Мосавтодор был привлечен к административной ответственности. Прокуратура выходит с иском в суд в защиту неопределенного круга лиц. И по решению суда владелец дороги обязывается выполнить определенные работы, в данном случае установить знаки над проезжей частью. Комплексные проверки на территории округа проходят при участии сотрудников органов местного самоуправления, а также лиц, курирующих федеральный проект «Безопасные дороги». Напомню, рейды по выявлению нарушений на пешеходных переходах проходят на регулярной основе. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ 24 школьника уже совсем скоро покинут родные края и поедут по обмену в Словакию. Такая программа проходит в школах Люберецкого округа не впервые. Чего ждут ребята от этой поездки и как к ней готовятся? Мария Кузьмичева все узнала. На английском языке и в необычном формате прошла встреча учеников 53-й школы поселка Октябрьский с Викторией Бунтиной. Сейчас у ребят волнительный период в жизни. Уже совсем скоро они отправятся в Словакию. «Дает, конечно, такое общение, возможность понять, чем живет та или иная ученическая среда, какие учебные планы сформированы в учреждении, каких результатов достигают выпускники и в Словакии, и, соответственно, в России». Амина Дакинова – одна из лучших учениц в классе. Она гордится знанием английского и активно применяет его на практике, путешествуя по миру. Но подобная поездка для нее первая. Девочка будет жить в одном из живописных городов Словакии – Спишска-Нововес. Со словацкой семьей она познакомилась через мессенджер. «Я ожидаю только позитивных эмоций. Я ожидаю общения с ребятами, развития коммуникативных способностей между нами. Мне очень интересно практиковать свой английский язык, а также помочь им в практике русского языка». А чтобы не ударить в грязь лицом, школьники хорошо подготовились. Провели викторину на знание истории Словакии, представили презентации своего края, Люберец и Москвы на английском языке и спели на словацком. В свою очередь по обмену в Люберце приедут и словацкие школьники. 24 ученика проведут в России неделю. «Мы обязательно покажем колонну, жемчужину нашего Подмосковья. Конечно, я думаю, что мы обязательно отвезем ребят в театр, потому что посещение театра – это тоже, в общем-то, здорово. Это позволит им лучше узнать нашу русскую культуру». А чтобы узнать силу российского духа, словацким школьникам предстоит посоревноваться в викторинах, спорте и искусстве. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Медиа-неделя в Люберецком округе. В округе ее проводят уже более 10 лет. На этот раз мероприятие приурочили к 100-летию Союза журналистов России и 60-летию Подмосковного союза. Наша съемочная группа побывала на заседании Люберецкого союза журналистов и Комиссии по информационной политике. Говорили о новшествах, актуальных для СМИ и не только. У Марии Антоновой все подробности. Одно из первых новшеств, которые ждет средства массовой информации, это обновление Кодекса профессиональной этики российского журналиста. Проект, созданный, находится на рассмотрении. Также в ближайшем времени планируется ввести новое звание «Почетный журналист России». Об этом сообщила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева. До сегодняшнего дня у нас был заслуженный работник культуры Российской Федерации. И мы по этой кафедре проходили, а заслуженного журналиста не было. Также она добавила, что планируется создание ассоциации спортивных журналистов. К слову, в рамках заседания подписали соглашение о сотрудничестве с «Росмолспортом», а также презентовали важную для округа и его жителей книгу Владимира Хованского «Мои люберцы». В ней собраны очерки, рассказывающие об истории малой родины. В целом, за 12 лет существования «Медиа-недели» у организаторов накопилось много поводов для гордости. За 12 лет проведено очень много мероприятий, много акций, в которых приняло участие много разных людей. Ну, молодежь в первую очередь. У нас 10 лет школа юнкоров работает. У нас 5 человек поступило. 2 человека в МГУ имени Ломоносова, 5 человек на журфаке. То есть очень много интересного, полезного. Выставки всевозможные, презентации книг. Все это за 12 лет. «Медиа-неделя» направлена на популяризацию журналистского образования и работы по информированию населения. Организаторы отметили, что у них еще много планов на следующие годы. Мария Антонова, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. В рамках «Медиа-недели» Подмосковья открыт новый сезон в Люберецкой школе юнкоров. Первое занятие и сразу в бой отрабатывали основы проведения пресс-конференции. Юные журналисты задавали вопросы главе округа Владимиру Ружицкому. Так сказать, оттачивали умения и навыки. Как сложилась беседа? Об этом Дарья Борисова. Учебный год для будущих акул-пера начался с практики. Тема занятия – пресс-конференция. В роли ньюсмейкера – Владимир Ружицкий. Школьники решили, не надо стесняться, и засыпали главу администрации вопросами о личном. Он откровенничал о любимой музыке, книгах и школьных предметах. Вспомнил, что в детстве отвечал на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» От ностальгии по детству Владимира Ружицкого отвлекли вопросы юнкоров о делах насущных. Люберецкая молодёжь интересовалась планами администрации по благоустройству городского округа, организации досуга для молодёжи, перспективы ликвидации второй смены в школах. Потом перешли к вопросу вселенского масштаба. Что не так в нашем обществе? В современном обществе, мне кажется, всё хорошо, кроме, я извиняюсь, нецензурщины, мордобоя и войны. Всё остальное приемлемо. Азы журналистики юнкоры округа будут осваивать до июня. За это время они встретятся со многими известными людьми, посетят редакции местных СМИ. Стены Люберецкой панорамы останутся альмаматор для учащихся школы. Каждый год у нас что-то новенькое приходит, это и форма дискуссий развивается. Отстаивать каждый человек своё мнение может, легко высказывать, не бояться трудных вопросов. Мы говорим абсолютно на разные цены. Прощаясь, Владимир Ружицкий дал юнкорам задание. Не бояться задавать вопросы и как можно больше любопытствовать. Результаты пресс-конференции дают повод рассчитывать на то, что начинающие журналисты эту задачу выполнят. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Теория и практика. В детском саду номер 5 «Золотой ключик» прошёл урок пожарной безопасности. Напомню, в округе подобные проверки готовности к чрезвычайным ситуациям проводятся в течение целого месяца. Цели и знания детям передать и спасительные навыки отработать. Как проявили себя дошколята, Мария Кузьмичева расскажет. Что такое пожар, чем он опасен и по какому номеру телефону нужно вызвать пожарную службу. Эти маленькие дошколята в этих знаниях прекрасно осведомлены и могут посоревноваться с любым взрослым. Будущий огнеборец Артём Симанкин в свои 6 лет о пожаре знает много и охотно делится своими знаниями с ровесниками. Это огонь, который всё сжигает, и от него надо держаться подальше. Он делает углекислый газ, и человеку нечего дышать. Но у пожарных есть специальный противогаз. Полученные знания Артём приобрёл не только из книг и фильмов. В детском саду ежемесячно проводят беседы и консультации по пожарной безопасности. А чтобы наглядно закрепить материал, в этот раз для всех детей подготовили викторины и мастер-класс по пожаротушению. Это забавно, весело изучать что-то в форме игры. Родители всегда принимают участие. Несколько лет назад мы принимали участие в конкурсе «Дети против огненных забав». Заняли первое место на районном конкурсе. Очень этим гордимся. И стараемся дальше также плодотворно вести нашу работу по безопасности. Осведомлён – значит вооружён. Дошкалята и в этот раз достойно справились с викториной и на практике показали свою подготовку. Месячник безопасности продлится до конца сентября. Он охватит все образовательные учреждения Люберецкого округа. Мария Кузьмичёва, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В городском округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году единственным подрядчиком стал Люберецкий городской жилищный трест. Так, на данный момент отремонтировано уже более 35 многоэтажек. Ход ремонтных работ в домах по Октябрьскому проспекту проверила глава округа Владимир Ружицкий. Во всей красе теперь 201-й дом по Октябрьскому проспекту радует жителей не только своим внутренним состоянием, но и внешним. Отремонтированные балконы, окрашенный фасад. Ремонт МКД в округе идёт полным ходом. На сегодня уже отремонтировано 37 домов. Мы ставим задачу до 1 января все эти дома, что определены капитальным ремонтом, завершить. Поэтому сегодня капитальный ремонт в разгаре. И как раз и время такое и хорошее, но уже осень и время поджимает. Поэтому всё, что связано с кровлями, с фасадами, мы должны завершить в октябре. Но помимо этого в капитальный ремонт входят и внутренние работы. Замена труб, лифтов и многое другое. Всё это завершат до конца декабря. Ремонт МКД в округе проводит Люберецкий городской жилищный трест. Но не без помощи жителей, конечно. Именно они делают выбор, каким будет их дом. Нам в этом году предоставили такую возможность. Мы смотрели, целый каталог нам дали. Всё мы выбирали. Всё с любовью. Если были какие-то замечания, всегда это учитывалось и шло навстречу. То есть всё устранялось сразу же. Хочется сказать большое спасибо. Спасибо всем. Помимо того, что жители принимают активное участие ещё до начала ремонтных работ, а это выбор цвета фасада, плитки, а также других нюансов, то и по окончанию ремонта от них зависит многое. Без подписи председателя Совета многоквартирного дома сдать работу невозможно. Всего же в этом году должно быть отремонтировано 119 МКД. Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А вы любите свою работу? С таким вопросом вышла на улицы города Мария Кузьмичёва, о чём же рассказали люберчане нашему корреспонденту. Об этом прямо сейчас в рубрике «Свободный микрофон». Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу и, конечно, в воскресенье. Примерно 40 часов в неделю. И 10,5 лет жизни тратит средним человек на свою работу. Ещё 25 лет на сон. Итого 35 лет из жизни. Да, немало. Интересно, а много ли среди люберчан тех, кто любит свою работу? Давайте узнаем. Да, конечно, любим. Я работаю в детском парке, я работаю с детишками. Каждый день позитивные эмоции, так скажем. На данный момент занимаюсь капитальным ремонтом многоквартирных домов в Балашихе. И для меня это, в принципе, что-то новое, и поэтому мне это не нравится. Нет, не люблю. Ну, как тряпку можно любить. Я работаю уборщицей, ну, рядом с домом. Конечно, люблю свою работу. Работаю педагог-организатором в медицинском колледже, преподавателем философии, истории и гуманитарных дисциплин. Работа вашей мечты? Наверное, спортивный журналист или комментатор. Потому что мне нравится спорт, и в частности футбол. Я бы хотела, знаете, кем работать? Фармацевтом. Беленькой, в беленьком халатике, чистенькой, всё прекрасно. Конечно, библиотека. Потому что библиотека – это живой такой организм. Тебя окружают книги, тебя окружают люди, тебя окружают такие интересные встречи. Что вы выберете? Достойно оплачиваемая работа или работа по душе, но малооплачиваемая? Если уж говорить честно, то, наверное, оплачиваемой силу того, что мы живём в таком мире. Золотая середина, 50 на 50. Потому что много денег не бывает, сами понимаете. Но всё-таки, мне кажется, больше надо профессии любить. Вы нашли своё место в жизни? Да, я считаю, что я счастливый человек. Счастливый не только потому что работа, а потому что семья, потому что сын, внуки. Ну, думаю, что в 26 лет трудно об этом говорить, что пока не знаю. Но доволен тем, что имею. Я нашёл своё место в жизни. У меня вот, я говорю, есть работа, у меня есть коллектив мой любимый, у меня есть моя группа учебная, у меня есть мои ученики. Я говорю, думаю, что больше наград для себя я не желаю. Приятно слышать, что большинство люберчан занимаются любимым делом. И к тому же неплохо оплачиваемым. И нашли своё призвание в жизни. Ну, а тем, кто ещё не определился с выбором, желаем удачи. Мария Кузьмичёва, Пётр Пономаренко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Ну что ж, таковы, на наш взгляд, самые интересные события уходящей недели. На этом прощаюсь. Всем хорошего настроения и следите за новостями вместе с ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова